о красоте. А вспомните, один из мыслителей, он же сказал, красота спасет мир. Ведь одно из свойств Бога – красиво все делать красиво. Возьмите даже математику, науке всевозможность. Красота Божия, она как сеть пронизывает весь мир во всем. Это свойство Бога. Поэтому и одно из наших требований – мы должны печь красиво. Особая гордость монахов-пекарей – просфоры весом 8 килограммов, которые были выпечены для освящения Храма Христа Спасителя, события исторического. Выпечь большую просфору – особое искусство. И здесь с новоспаски может посоревноваться только Данилов монастырь. И то не всегда. Например, артос – хлеб для пасхального богослужения весом 20 килограммов. Выпекают только в Новоспасково. Известный случай, когда на Руси были праздники, икон Божией Матери, когда причащалось по 26 тысяч. Я вот знаю, на Украине там известный случай. Вот. Ну, представьте себе, какая должна быть просфора для того, чтобы приочистить такое количество людей даже маленькими частицами. Конечно, если вы, так скажем, не в духе, и, так сказать, вы не угодили Богу в какой-то период перед выпечкой, то маловероятно, что у вас получится хороший просфор. То есть перед выпечкой все-таки требуется какой-то пост, духовное напряжение определенное, и тогда вы увидите, так сказать, результаты. За свою жизнь, наверное, я два раза видел, когда Господь сам, вот, как бы, дал просфоры. Ну, это было под Рождество. Вот они сами вдруг пошли, и я прям затаил дыхание. Прямо в печке, вот они начали как-то по-необычному, так сказать, печься. Это чудные дела. Когда ты готовишься к выпечкам, потрясших слух, они порой идут удивительно легко и хорошо, то есть вот чувствуется какое-то Божие благоволение. А бывали случаи, когда вот все разделанное тесто, все потрескалось. То есть мы сразу не могли понять, а потом это было связано с тем, что там были какие-то добавки, которые были неугодны Богу, и Господь все, всю эту муку, все это тесто, так сказать, забарковал. Все нехитрые механизмы пекарного цеха, собственные изобретения братья, оказались востребованы в общероссийском масштабе. Эта раскаточная машина была придумана в Новоспасском. Ее уже применяют в других монастырях. Ведь специального оборудования для просфора печенья промышленность не выпускает. Самим пришлось изготовить и деревянные печати со славянской вязью, а это тоже целое искусство. Искусство, которое пытались при советской власти уничтожить и вовсе. И особая гордость – вот эта каменная печь, сложенная по проекту батюшки. Освоить новое дело помогла библейская заповедь. «Проклят всяк, творяй дело Божье с небрежением», – любит повторять отец Андриан своим помощникам. А недостатков помощников здесь не бывает. Кроме братьев, по благословению приходят помочь москвичи, люди верующие. Вадим Иванович, в прошлом профессиональный хлебопекарь, сейчас алтарник храма Серафима Саровского. В его приходе, где он сейчас служит, все ждут просфор именно из Новоспасского. Ведь действительно же принимать просфор и люди увеличиваются. У меня был такой случай, что я принимал просфор, у меня тут же норы опухоли, у меня щеки прорвалась. Все прошло. Все прошло. До послушания в просфорной Роман поработал садовником. Считает, что работа в монастыре ему помогает спасаться. К тому же до прихода к вере, жизнь у Романа была непростая, и о ней он вспоминает неохотность. Я для себя принял решение, то есть принять Господа, сидя уже в камере. Осмыслил всю свою жизнь, вот как я жив был. Потом крестился, принял православие. Сейчас у вас другая жизнь? Ну сейчас, да, другая. Многие, поработав здесь, круто меняли свою судьбу. Один раб Божий ходил, Александр его звали. Вот он приходил, поработает часа на три, часа три. Говорит, вот у меня теперь сил на неделю хватает. Сейчас уже монах Николай в одном из монастырей. Вот мы здесь как раз у Христа за пасхой. Мы в раёх живём здесь, в 73, про образ рая, в Царстве Небесном, куда мы должны все стремиться. А так как мы здесь живём, Бога молим, чтобы и люди наши, державы, спаслись, и Россия вас спряла, то даже если бывает тяжеловато в плане духовном или физическом, то можно и потерпеть. Послушник Евгений, в прошлом машинист тепловоза, много лет работал на Севере. К сорока годам стал задумываться о смысле жизни и заходить в храм, ставить свечи. И в этот момент как раз всё и всплывает, то плохое, что в душе за свою жизнь натворил, наворотил своей волей. И вот поэтому сам Господь так и призвал. Однажды прихожу в храм, как раз чуть опоздал, там же Евангелие читается. И там такие слова, вот ты по мне гряди. Она прям до сердца достала. И послал Господь меня с одним старцем поговорить там с другим. Когда вот пришёл в монастырь, владыка, ещё архимандритом был, как хорошо в монастыре, а тебе и помолятся, и оденут, и обуют, и накормят, и послушание дадут, и помолиться дадут, возможность в храм пойти. Всё для тебя. Поэтому, говорит, самая лучшая жизнь в монастыре. Да, говорю, батюшка. Тогда ещё был батюшка, архимандрит. Да, батюшка, вы глубоко право, потому что действительно так. Тут люди приходят, как у вас хорошо. Конечно, хорошо. Кресты отовсюду освящают тебя. Благодать-то идёт и от крестов, и от того места, где здесь сколько народу было мучено. Мы пришли сюда отсекать свою волю, исполнять волю Божию. Потому что, когда люди живут по своей воле, они потом приходят к решению, надо идти в монастырь. Успеть вымолить прощение Господа за свои деяния. А сюда приходишь, тебе говорят, делай то и делаешь. Не делай этого, не делаешь. Начинаешь слово благословить, окончаешь простить, и всё. И никаких проблем не будет. Вы же послушник, то есть вы в любой момент можете, собственно говоря, опять уйти в мир. Есть такие соблазны? Да какие соблазны, мать, да меня палкой оттуда не заставишь уходить. Не дай бог, что ты, мир. Мир – это ад. Что может быть лучшего в миру, что в монастыре есть? Простите. Тут духовное ворчевание получаешь. А там что? Жизнь в церкви – это благодатная жизнь, понимаете? Мы живем искренне, истинной духовной жизнью, она не терпит лжи вообще. Лицемерие не терпит вообще. Водыков очень много нас получает, очень строг, немудр. Вместе с этим, и у нашего владыки очень большое терпение, и он учит, на своем примере, как он труплив, и мы терпим, и мы смиряемся сами с себя. Вы знаете, в монастыре возникает уникальная острота ума. Воспринимаешь легче те духовные вещи, которые в миру бы ты не мог бы принять. Недостатки себе очень трудно найти, а у других легче найти. Это уже есть признак испорченного сердца. Критиковать другого легче, чем понять по-настоящему, чем ты испорчен. Конечно, и страсти, и помыслы, ну, всякое может быть. Но надо это упорядочивать в себе. Контролировать себя надо, в первую очередь. Смотрите, для чего подвиги святые несли? Для того, чтобы укоротить себе страсти, чтобы стать способным контролировать себя. Знаете, я вам так скажу, под кнутом к Богу не пойдешь. Здесь или ты добровольно служишь от всего сердца, и если тебе что-то не устраивает, ты можешь мучиться просто. Ты не сможешь долго находиться здесь. Субтитры сделал DimaTorzok